Всех приветствую! Сегодня 1 августа. Вот и закончился месяц июль. Наступил последний месяц лета. Очень-очень жалко, что остался всего лишь один месяц летнего периода. Но ничего не поделаешь. Будем еще наслаждаться сентябрем. Бабье лето, надеюсь, будет. И октябрь тоже будем надеяться, что будет тепло. Сегодня я проведу обзор своих излишек растений, которые я высылаю почтой по всей России. Цены я озвучиваю в Вайбере или Ватсапе. Номер телефона оставлю в комментариях. Закреплю. Пишите, не стесняйтесь. Либо отправляйте голосовые. Звонить нежелательно. Общаюсь только перепиской или голосовыми сообщениями. Вот такой фикус. Покажу сначала взрослые растения, которые я продаю с горшками. Либо вынимаю из горшков и аккуратненько их заворачиваю в порни, в мохсфагнум или в легкий грунт. Вот такой фикус Твилайт. Он взрослый. Ему больше 5 лет. Красавец. Но продаю я его по причине того, что у меня есть еще два. Еще один экземпляр тоже продаю. Оставляю себе только один. Из-за того, что не хватает места. Вот второй экземпляр. Не стала его нести на балкон. Вот здесь у меня стоит в зале. Цветов очень много. Очень много уже подготовила растений. Поставила на балкон. Сейчас буду вам показывать. Но не все уместились. Балкон у меня небольшой. И по этой же причине я их распродаю. Очень жалко. Растила с пеленок. Но приходится-приходится продавать. Потому что новые хотелки. Растюшки растут. Размерами. Не умещаются на подоконниках. И приходится их продавать. Дальше это тоже будет фикус. Очень похожий на Твилайт. Но это не он. Это фикус Дегантель. Самый белый из бенджаминов. Самый медленно растущий. И на мой взгляд самый красивый. И мой любимый сорт. Продаю его. Потому что у меня есть еще 3 экземпляра. Даже 4. 1 взрослый и 3 подростка. Буду эти подростки растить. И формировать. Этого красавта тоже. Если не продам. Не буду жалеть. Вообще ни грамма. Потому что это самый красивый. Из бенджаминов. И самый любимый мой фикус. Но. Из-за места. Из-за нехватки. Я конечно же. Тоже его поставила в излишки. Если кто-то желает. Приобретайте. Но очень дорого. Этот сорт стоит. Это подросток. Ему года 3. Сразу скажу. Что он не дешевый. Далее. Это будет фикус. Голден моник. Тоже целиком продаю. Целый экземпляр. С горшком. Так как у меня появился еще один. Такой же сорт малыш. И буду его уже выращивать. С пеленочек. Формировать как мне надо. А этот экземпляр. Решила продать. Опять же. За нехватки места. Вот такой. Волнистые листочки салатовые. Очень симпатичный сорт. Много света. Ему яркого не надо. Пожалуйста. Кто желает. Приобретайте. Конечно же. Взрослые фикусы. Они не дешевые. Но цена все равно приемлемая. Дешевле чем в магазине. Дальше это будет тоже фикус. Фикус кинки. Вот такой красавец. Взрослый. Немного переплетенный стволик. Тоже продаю целиком. Далее это тоже фикус. Очень похожий на предыдущий. Но у него листья крупнее. Это голден кинг. И ярче. Листья у него при хорошем уходе доходят до 10 сантиметров в длину. Любит яркий свет этот сорт. Вот такой экземплярчик. Продаю полностью. Далее это фикус реджинальд. Очень красивый сорт. Не могу понять, почему его до сих пор не забрали. Взрослые растения у меня шикарнейшие. Просто мне так оно нравится. Новые листья светло-салатовые выходят. По мере взросления немного они темнеют. Эффектный такой сорт. Это годовалый подросток у меня. Дальше это опять же фикус. Фикусы еще не закончились. Это фикус Даниэль. Вот такой красавец. Большой. С темно-зелеными листьями крупными. Которые доходят до 10 сантиметров. Очень темно-зеленые листочки у него. Камера не передает. Вот тут фокусирует более-менее хорошо. Дальше это фикус Экзотика. Посажен несколько черенков в горшок. Продаю вот так вот целиком. С горшочком. Листья тоже крупные. Темно-зеленые. И доходят тоже до 10 сантиметров. В длину. Можно будет потом со временем сплетать. Вот такой вот экземплярчик. Пушистенький. Кого интересует, пожалуйста. Экзотика. Далее это будут черенки фикусов. Твилайты. Вот такие пестренькие. Ригидан. Очень симпатичные салатовые листочки. Крупные. Есть еще черенки. Просто я сюда приношу по два, по три. Потому что все не умещаются. На стеллаже очень много черенков у меня. Под лампой растут. И дельтовидный грув-лифс. Тоже здесь два череночка. И есть еще штуки четыре. На стеллаже. Вот такая обратная сторона у этого сорта. Очень интересная. Желтая в черную точку. Фикус букле. Такая кучеряшечка-барашечка. Тоже есть. Есть на стеллаже очень много черенков. Все череночки укорененные. С хорошими корнями. Давно уже их укореняла. Пришла пока в комнату. В спальню покажу. Вот такой фикус. Али Амстал Голд. Очень красивый. Листья у него до 25 см. В моих условиях. Этот лист громаднейший. Камера никак не передает размеры. Тут смотрится совсем малюсеньким. И вот есть от него небольшой череночек. С корнями. В два листа. Кому интересно, могу упаковать в мох и в зип-пакет. Хорошо дойдет. Вот я показывала Реджинальд. Подросток. Смотрите, какое у меня. Какое взрослое растение материнское. Просто шикарнейшее. Здесь тоже освещение не такое сейчас светлое. Темновато. Не передает всей красоты. Но он просто сказочный. Очень красивый фикус Реджинальд. Отдельно надо будет показать. Как-нибудь обзор сделать. По фикусам давно не делала. Сейчас просто у меня дача. И осенью уже. Зимой, конечно же, я буду проводить обзор чаще. Своих цветочков. Дальше. Это эпипремум пенатум варегатный. У меня огромные экземплярища есть в излишках. Даже в камеру еле-еле умещается. Вот такой вот. Он уже, наверное, сантиметров 80 в высоту. Листья очень крупные. Камера не передает. В дальнейшем будут при хороших условиях до 30 сантиметров. И резные, как у монстеры, будут. Резаться. Пока он у меня под росточек. Растет. Очень хорошо развивается. Нужно ему опору придумывать. Но я не занимаюсь этим. Потому что я выставила его в излишки. У меня есть еще один экземпляр. Свой. Далее. Эпипремум пенатум. Зеленые формы без варегатности. Есть у меня 2-3 даже саженца. Еще один есть на стеллаже. А здесь вот 2 показываю. Вот такой большой. И поменьше. Тоже листья будут до 30 сантиметров в дальнейшем. И разрезные, как у монстерки. Далее у нас будут хои. Осталось у меня их не так много. Все почти разобрали. Хои коньяку марьяна. Вот такой экземплярчик. Выну из горшочка. И целый экземпляр отправлю желающим. Либо срежу черенок на срез. Если не хотите целое покупать растение. Далее это вот такая шикарная хоя латифолия. Очень крупные у нее листья. До 25 сантиметров. Во взрослом состоянии доходит. Это еще малышка. Я себе сделала дублик. Но так как моя мамочка разрослась сейчас. И я буду продавать его этот дубль. Это шикарнейшая хоя. Кто любит крупномеры. Слоников огромных. Она у вас будет занимать четверть окна. Если не половину. Во взрослом состоянии. У кого есть много места. Желающие. Пожалуйста. Но цена не дешевая. Я сейчас покажу вам маму. Здесь уже на окне темновато. У меня вечер. Но все равно видно. Смотрите какие у нее огромные листья. Это мамочка. Хоя латифолия. Вся разрослась. Вот у нее пошли новые росты. Вот-вот-вот новые ростики. Очень много. Там сколько? Четыре по-моему. Вот. Новый рост тоже. С другой стороны там фикуса загораживают. Не видно. Но вот четыре я насчитала. Новых ростов. И листья очень крупные. Поэтому решила дублик продать. Потому что у меня есть шикарнейшая мама. Чуть не забыла показать. Хою лакунозу продаю. Вот эту целиком и полностью. Стаканчик могу пересадить из горшка. Либо срежу на срез. Кому нужно. И все пожалуй с хой. Наверное больше ничего нету. Все разобрали. В излишках. Хойки только три штуки. Далее. Вот такая красотка снежная. Бринея. Есть у меня один саженец. Огромнейший. Не дешевый. Если не продам. Переживать тоже не буду. Потому что он шикарный. Посажу к своей взрослой маме. К взрослому растению. Посажу его. Этот череночек. Сортовые пеларгонии. Вот такой череночек. Есть еще один на стеллаже. Это вектис розы бут. Цветы красные. Пионовидные. С салатово-белой серединкой. Очень красивые. Пока не цветет у меня взрослое растение. Это череночки укорененные. Еще одна пеларгония. Сортовая. Роза бутная. Красные розочки такие. Называется Red Rambler. Ее тоже продаю. Целиком. Вот этот экземпляр. Пушистенький. Красивенький. Я продаю полностью. Кто желает. Черенки резать не буду. Только полностью продаю. Не особо дорого. Сорт такой неприхотливый. Недорогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова